Представьте себе мир, окутанный льдом, где человечество балансирует на грани выживания. Ледниковый период – эпоха, когда, как нам кажется, люди были заняты лишь охотой и борьбой за жизнь. Но что, если я скажу вам, что наши предки 23 тысячи лет назад создавали не только потрясающие наскальные рисунки, но и сложную систему записи, которая переворачивает наше понимание их интеллекта? Сегодня мы погрузимся в удивительное открытие, связанное с пещерным искусством палеолита, и узнаем, как любитель-археолог по имени Бен Бекон раскрыл тайну древнейшего лунного календаря, который предшествовал всем известным системам письма на 20 тысяч лет. Это не просто история о прошлом. Это рассказ о том, как наши предки видели мир, как они кодировали знания, и как их открытия заставляют нас переосмыслить, что значит быть человеком. Пещерное искусство. Больше, чем просто рисунки. Когда мы думаем о пещерном искусстве, перед глазами возникают величественные изображения лошадей, оленей и бизонов, выгравированные на стенах пещер Ласко, Альтамиры и Лешовы. Эти галереи доисторического искусства – настоящие шедевры, демонстрирующие не только художественное мастерство, но и глубокое понимание формы, цвета и даже перспективы. Однако среди этих ярких изображений животных скрываются загадочные символы – точки, линии, крестики и телеобразные знаки. Долгое время учёные считали их случайными украшениями или в лучшем случае примитивными попытками что-то обозначить. Но что если эти знаки – не просто декор, а ключ куму наших предков? Эти отметины, разбросанные по пещерам Европы, ставили исследователей в тупик десятилетиями. Были ли они частью ритуала? Обозначали ли они территории? Или, может быть, это была первая попытка человечества зафиксировать знания? Ответ на этот вопрос пришёл оттуда, откуда его меньше всего ждали. От реставратора мебели из Лондона, Бена Бекона, человека без академической подготовки в археологии, но с ненасытным любопытством и страстью к древностям. Бен Бекон. Любитель, переписавший историю Бен Бекон, фигура, которая ломает стереотипы о том, что великие открытия делают только учёные с докторскими степенями. Работая над реставрацией мебели, он в свободное время погружался в изучение пещерного искусства. Его внимание привлекли те самые загадочные отметины, которые никто не мог объяснить. Бекон предположил, что они не случайны, а несут конкретный смысл, возможно, связанный с природными циклами. Он начал кропотливую работу, часами анализировал фотографии пещерного искусства, записывал каждую точку, линию и символ, сравнивал их расположение относительно изображений животных. Его гипотеза была дерзкой. Эти отметины могли быть протописьмом, системой, которая фиксировала информацию о жизненных циклах животных, ключевых для выживания охотников-собирателей. Чтобы проверить свою идею, Бекон обратился к профессиональным учёным. Профессору Полу Петтиту и Роберту Кентриджу из Университета Дарома, а также Тони Фри из Лондонского университетского колледжа. Вместе они начали исследование, которое перевернуло наше понимание палеолита. Лунный календарь. Ключ к выживанию. Их совместная работа, опубликованная в Кембриджском археологическом журнале, привела к ошеломляющему выводу. Загадочные отметины представляют собой лунный календарь, созданный для отслеживания репродуктивных циклов животных. Команда обнаружила, что количество отметок рядом с изображениями животных, таких как лошади, олени или мамонты, соответствует лунным месяцам, связанным с периодами размножения этих видов. Например, символ И, по их интерпретации, обозначал рождение – ключевой момент в жизненном цикле, который был жизненно важен для охотников. Этот календарь не был просто набором случайных записей. Он демонстрировал глубокое понимание природных ритмов. Охотники-собиратели ледникового периода не просто наблюдали за окружающей средой. Они систематизировали свои знания, создавая сложную символическую систему. Это открытие показывает, что уже 23 тысячи лет назад люди умели абстрагировать, анализировать и записывать информацию, что делает их когнитивные способности гораздо более развитыми, чем мы привыкли считать. Сложность общества ледникового периода Легко представить наших предков как примитивных дикарей, но археологические находки рисуют совершенно иную картину. Помимо пещерного искусства, люди ледникового периода строили сложные сооружения. Такие как дома из костей мамонта, найденные в Восточной Европе. Эти конструкции, обнаруженные на стоянках, таких как межиричи в Украине, демонстрируют инженерные навыки, которые поражают даже современных исследователей. Представьте себе. В условиях сурового климата люди собирали сотни костей мамонтов, чтобы создавать прочные жилища, способные выдерживать морозы и ветра. Искры гениальности видны и в их ремеслах. Фигурки Венеры, маленькие статуэтки, вырезанные из камня, кости или слоновой кости, найдены по всей Евразии. Они поражают своей детализацией и намекают на развитое эстетическое чувство, а возможно и на символическое представление плодородия или женской силы. Археолог Франсуа Бур в своей работе «Повесть о двух пещерах» подчеркивает, что технология каменных орудий того времени была не просто утилитарной. Она демонстрировала мастерство, сравнимое с искусством. Но, пожалуй, наиболее интригующим свидетельством их интеллектуальной глубины являются погребальные обряды. Исследования Маргарет Кони показывают, что люди-палеолита хоронили своих близких с тщательно продуманными ритуалами, включая украшения и охру, что указывает на сложную систему верований. Эти ритуалы говорят о том, что ледниковый период был не только временем выживания, но и временем, когда люди задавались вопросами о жизни, смерти и смысле существования. Денисова пещера. Ещё одна загадка человечества. Чтобы глубже понять сложность того времени, давайте перенесёмся в Сибирь, в Денисову пещеру, которая добавляет ещё один слой к нашей истории. Обнаруженная в 1977 году, эта пещера в Алтайских горах стала настоящей сенсацией после находки в 2008 году – крошечного фрагмента мизинцевой кости. Анализ ДНК показал, что она принадлежала не неандертальцу и несовременному человеку, а ранее неизвестному виду – денисовцам. Это открытие перевернуло наше понимание эволюции человека, показав, что в ледниковый период сосуществовали сразу несколько видов людей, обмениваясь не только генами, но и, возможно, знаниями. Денисова пещера хранит следы сложной культуры. Полированные браслеты из зелёного камня, подвески из бивня мамонта – инструменты, которые кажутся слишком продвинутыми для своего времени. Один из артефактов – браслет с отверстием, просверленным с такой точностью, что некоторые исследователи предполагают использование технологий, которые мы не ожидали найти в ту эпоху. Кто были эти денисовцы? Художники, инженеры, звездочёты? Их ДНК, обнаруженная у современных популяций в Юго-Восточной Азии и Океании, говорит о том, что они были далеко неизолированным народом. Они путешествовали, смешивались с другими группами и, возможно, передавали свои знания. Символизм и связь с природой. Вернёмся к пещерному искусству. Исследовательница Дженеви фон Петцингер, изучая палеолитические символы, обнаружила, что по всей Европе использовались одни и те же 32 знака. Это говорит о существовании общей системы коммуникации, которая охватывала огромные расстояния и тысячелетия. Некоторые учёные даже предполагают, что расположение животных на стенах пещер кодировало знания о временах года, небесных событиях или природных циклах. Например, группировка определённых животных могла указывать на сезонные миграции или периоды размножения. Эта связь с природой была не просто прагматичной. Как писал римский историк Плиний Старший, люди издревле стремились понимать и интерпретировать природный мир. Луна, по его словам, наполняет Землю оплодотворяющей влагой, влияя на жизненные циклы. Наши предки, вероятно, видели в Луне не только небесное тело, но и символ, управляющий ритмами жизни. Их лунный календарь – это не просто инструмент для охоты, но и отражение глубокой духовной связи с космосом. Почему это важно для нас сегодня? Открытие Бена Бекона и его команды заставляет нас переосмыслить не только прошлое, но и самих себя. Мы привыкли думать, что письменность, наука и сложное мышление – это достижение последних тысячелетий. Но лунный календарь ледникового периода показывает, что корни этих идей уходят гораздо глубже, на 23 тысячи лет назад. Наши предки не просто выживали. Они создавали системы знаний, которые помогали им процветать в суровом мире. Это открытие также подчеркивает силу любопытства. Бен Бекон, человек без формального образования в археологии, доказал, что страсть и упорство могут привести к революционным выводам. Его работа – это напоминание о том, что каждый из нас может внести вклад в понимание мира, если мы будем задавать вопросы и искать ответы. Что дальше? Тайны пещерного искусства и Денисовой пещеры – это лишь верхушка айсберга. С каждым новым открытием мы понимаем, что ледниковый период был временем интеллектуального пробуждения. Возможно, в тёмных уголках пещер всё ещё скрываются подсказки о том, как наши предки видели звёзды, общались между собой и создавали первые основы цивилизации. Денисовцы, неандертальцы и ранние Homo sapiens жили в мире, где знания передавались через символы, ритуалы и искусство. Их история – это наша история, и она продолжает раскрываться. Так что в следующий раз, когда вы услышите о пещерном искусстве, подумайте – это не просто рисунки на стенах. Это послания от наших предков, закодированные в камне, чтобы рассказать нам, кем они были и как они понимали мир. И, возможно, где-то в глубине очередной пещеры нас ждёт ещё одно открытие, которое перевернёт всё, что мы думаем о человечестве. Субтитры создавал DimaTorzok